Обновленный выставочный зал галереи Щелковского историка художественного музея радует и удивляет. Заходишь и первая мысль, а не в Третьяковку ли попал, или в какой-то другой большой музей живописи. Так органично на изумрудно-зеленых стенах смотрятся работы Марии Молодых и Александра Левченкова. Портреты и натюрморты, жанровые сценки и городские пейзажи, батальные полотна и иллюстрации литературных произведений, выполненные в традициях русской реалистической школы живописи. Они как будто погружают зрителя в сказку и возвращают в детство. Выставка так и называется. Путешествие в далекое и не очень. Что запоминает ребенок? Как читает мама? И какие были иллюстрации? Сегодня я, наверное, погрузилась в какую-то чудесную сказочную книгу, где все достаточно понятно, где каждый персонаж похож на того, кем ты его представляешь. Люди реалистичные, животные, настоящие. Супруги Александр Левченков и Мария Молодых состоят в Союзе художников России и других творческих объединений. Мария художник в четвертом поколении. В ее произведениях так или иначе отражена тема истории России. Она работает в различных жанрах, но особенно хороши натюрморты и городские пейзажи. Ее работы всегда насыщены персонажами, и это не только люди. На картинах очень много животных. Маленьким гостям, которые придут на выставку, можно устраивать квест, найти всех котиков, которых немало. Иногда, как на этой картине, которая называется «Доигрались», они являются главными героями. Основные темы творчества Александра Левченкова – психологический портрет, масштабные батальные сцены, исторический парадный портрет. Помимо творчества он много занимается педагогической деятельностью. Сейчас преподает в Академии акварелей и изящных искусств Сергея Андреяки. Себя художники называют адептами старой школы 19-го столетия, когда русская живопись переживала «золотой век». Она темная, но красивая, живая, насыщенная средой обитания. А благодаря современному прочтению, зритель буквально ощущает атмосферу времени и места. Для первых зрителей выставки Александр Левченков провел авторскую экскурсию. Сюжет незатейливый, несмеяна, которую ничто не развлекает, ни сладкий петрушок, ни какая-то интересная сказка, ни кошечка, ни какие-то драгоценности, сундуки, всякие богатства. Вот она в какой-то такой, какой-то древней тоске находится. Пришлось для этого кроить сарафан. Я его на машинке, как кот Матроскин. Одна из центральных работ выставки, однозначно привлекающих внимание, масштабное полотно с историческим сюжетом о Дмитрии Донском на Куликовом поле. Я изображаю этот момент, когда его поднимают и говорят, смотри, княжи, мы победили, мамай бежит. С 2020 года музей договаривался с художниками об организации этой выставки. Отметила на открытии директор историко-художественного музея Наталья Богданова. Все, наконец-то, сложилось. Ответная реакция зрителей не заставила себя ждать. Больше, чем и фотографии, и картины, то есть настолько достоверно, что вот, как будто сейчас стоят прямо перед глазами. Очень прекрасная работа, творческий дуэт. Очень рады, что попали на эту выставку. Хочу сказать, что спасибо музею, что он такой продвинутый, что он собирает всегда интересные выставки. Очень интересные люди, они всегда готовят. Очень хорошо было организовано все. В зале галерея выставка Марии Молодых и Александра Левченкова будет работать до 20 апреля. Ирина Микедовна, Щелковское телевидение.